Конечно, слава соболезнования. И родителям, и родственникам, и близких этих ребят, которые погибли. Глава Тимошевского района сделайте всё возможное, чтобы финансово помочь сегодня этим семьям в организации похорон и в целом пережить им эту трагедию. Семьям погибших оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Для того, чтобы попытаться избежать подобных трагедий, Вениамин Кондратьев распорядился патрулировать спуски к водоёмам в населённых пунктах дружинниками и казаками. Безразличие, равнодушие людей привело к этой трагедии. Ведь кто-то видел, как они заходили на лёд. Это, в принципе, был день. Кто-то видел, как они по льду шли. Но никто ничего не предпринял, чтобы этих мальчишек убрать со льда. Это есть и по жизни. Не про юридическую ответственность, а про человеческую ответственность. Равнодушие сегодня сплошь и рядом. И я уверен, по краю много вот таких различных мест, где явно скопление молодёжи и явно нет организации пассажирской перевозки. Просто давайте будем реалистами. Отсутствие каких-то условий, которые мы, коллеги, не создали для того, чтобы они нормально доехали домой. Невыгодные маршруты с этим согласен. Максимально согласен. Всё это невыгодно. Но цена вопроса – человеческая жизнь. Четырёх мальчишек. Вот цена вопроса – это невыгодность. Возможно, перебои в движении общественного транспорта между пинтбольным клубом, откуда вышли подростки, и посёлком Садовод, где они жили, заставили ребят сократить дорогу через замёрзшую реку. Губернатор распорядился проверить доступность транспорта в местах массового отдыха людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова